Приветствую вас. Я думаю, что, судя по всему, вы, ну, хоть и молодой человек, но не юноша, да, то есть у вас есть некая и жизнь, да, у вас, наверное, вы сказали, что у вас есть половая жизнь, вот, но тем не менее. Мне кажется, что для начала нужно раскрыть фактор обстоятельства, которое привело вас к этому, к этому состоянию, то есть к этому, к этой попребности. Ведь совершенно очевидно, что начиналось всё постепенно и не сразу, совершенно очевидно, что вы не сразу начали чувствовать зависимость, совершенно очевидно, что вы не сразу начали ощущать, а по исключению там какого-то времени, по началу какого-то времени и так далее. Вот. И на мой взгляд, вот этот фактор, он продолжает оказывать на вас влияние до сих пор. Я не думаю, что до сих пор, пока этот фактор имеет место быть, я не думаю, что до сих пор, пока этот фактор есть вообще у вас, вы можете рассчитывать на то, что изменения позитивные произойдут в том смысле, что вы сможете избавиться от зависимости. Ибо здесь не нужно избавляться от зависимости, здесь нужно понять, что именно вы хотите. Ну, как сказать, как бы так сказать. Если, например, речь идёт о чрезмерном или через активном либидо, да, то это одно дело. В таком случае получается, что ваша половая жизнь, ну, просто-напросто не способна удовлетворить ваши сексуальные потребности, не соответствует, условно говоря, вашему темпераменту, ну и так далее. Возможно, и другая история, когда сексуальное возбуждение связано с определённым нервным переживанием, с определёнными психологическими конфликтами, которые у вас имеют место быть. И в таком случае речь можно вести именно об этом, о том, чтобы помочь вам разрешить те конфликты, которые у вас имеют место быть, по-видимому. Вот. Только так можно рассчитывать на то, что вы сможете реально избавиться от своей зависимости. И ни в коем случае никак иначе, потому что, ещё раз повторю, пока действует фактор, который привёл вас к этой самой зависимости, что вы не сможете от него избавиться, в принципе. Дело здесь не в том, насколько вы сильный, волевой человек. Дело здесь не в том, насколько вы этого хотите, а дело здесь в том, что этот фактор приводит вас к этому конфликту. Да, привычка это на самом деле штука-стука серьёзная. Вот. Обратите внимание на то, что у вас есть ресурс. Обратите внимание на то, что у вас есть ресурс. Определённый для того, чтобы заниматься тем, чем вы занимаетесь. Ведь не будь у вас этого ресурса, ну, не смогли бы вы этим заниматься. Значит, ресурс есть, значит, есть активность. И эту активность вы выражаете вот именно так. В этом, опять же, в самом по себе ничего плохого нет. Но просто этот момент нужно исследовать. Вот. Значит, это такой момент. Далее. Мне кажется, что не лишним будет поисследовать, что именно даёт вам, собственно, самоудовлетворение. Да. То есть, получается, что вот вы снова и снова этого хотите. Вы говорите, что вы смотрите определённые ролики. Значит, кто-то в этих определённых роликах вас возбуждает. И, соответственно, это самое возбуждение можно поисследовать. Имеет ли оно чисто сексуальный характер. Тогда вам, наверное, стоит обратиться к сексологу. Либо оно имеет психологический характер для вас. Тогда вам, возможно, стоит поработать и с психологом тоже. Вот. Понимаете, какая штука, какая штука. Поэтому тут вот такой момент, да. Не смотрите же вы подряд все ролики и, соответственно, они у вас вызывают возбуждение. Нет. Вы смотрите именно определённые ролики. Значит, это вызывает возбуждение. Значит, что-то вам не хватает. И половая жизнь этого не позволяет реализовать. Вот. Возможно, вы в своей половой жизни просто не являетесь искренними. Искренними, возможно, в своей половой жизни вы не ведёте себя раскрепащённо, боитесь проявлять свои желания. Ну и прочее, прочее, прочее. Понимаете, какая штука. Вот. Поэтому тут как бы нужно исследовать, да, этот момент. Вот. Причём обратите внимание даже, что вы никакого вопроса не задаёте. То есть, вы просто ставите перед фактом специалистов, что вот есть зависимость. Вот. Но что вы хотите с этой зависимостью делать? Избавиться от неё? Всё. Ну, не получится, не получится. А что вы ещё пытались ставить, не избавляться, не подавлять, а именно исследовать. Вот. Вы пишете, что делать, не знаю. Что делать, чтобы что. Опять же, да? То есть, вы по сути пытаетесь скрыться от своих желаний. Сейчас по сути пытаетесь скрыться от своих потребностей. И пытаетесь их продолжать заменить и так далее. Но по сути получается ещё хуже. Потому что потребности только сильнее о себе заявляют. Вот. На мой взгляд, ну, мысли вам нужны именно в этом направлении. В направлении того, чтобы понять, что за этим скрываем. Вот. Такая вот история. И, конечно, есть элемент привычки. И, конечно, даже проработав этот момент, возможно, даже почувствовать, что вы хотите и начав получать, начав получать то, что вы хотите, вы, возможно, всё равно будете по привычке делать то, что делаете. И вот уже тогда вам потребуется самоконтроль. И тогда вам потребуется операционное научение для того, чтобы заново приучить себя не делать просто по привычке машинально то, что вы делаете. Немаловажным моментом заключается, немаловажным моментом, простите, является то, ради чего вы хотите избавиться от своей зависимости. То есть, вот вы хотите себя чего-то лишить, а что вы получите взамен. И насколько это важно для вас то, что вы получите взамен. Это очень важная история, на мой взгляд. Поэтому с этим тоже нужно поработать. Вот. Потому что многие люди хотят избавиться от зависимости, но далеко не все отдают себе отчёт в том, для чего им это нужно, почему они к этому стремятся и так далее. Вот. Такие моменты, я думаю, можно вам раскрыть. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. А, значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.